Всем привет, друзья! Возможно, вы не знали, но Луна удаляется от Земли со скоростью 3,78 сантиметра в год. Примерно так же быстро растут наши с вами ногти. А всё это я к чему? Да ни к чему, просто хочу настроить вас на космический лад. Ведь сегодня, утром субботы, мы вновь собираемся, чтобы обсудить главные новости космоса за прошедшую неделю. Приступим! Обсерватория LIGO при содействии детектора VIRGO смогла зафиксировать гравитационные волны от слияния двух очень тяжёлых чёрных дыр. Сигнал, который был обозначен как GW190521, был обнаружен ещё в мае прошлого года, но выяснить его природу удалось только сейчас. Об этом открытии, сделанном международной группой учёных, вышло два исследования. В изданиях Astrophysical Journal Letters и Physical Review Letters. В действительности, слияние компонентов такой массы никогда ранее не наблюдалось. Один из объектов имел массу 66 солнечных, а другой — 85 солнечных. В конечном итоге они образовали новую чёрную дыру, которая в 142 раза тяжелее нашего светила. В ходе процесса слияния было выделено огромное количество энергии, которое эквивалентно примерно восьми массам Солнца. Оно-то и распространилось по Вселенной в виде гравитационных волн. Невероятно большие массы слившихся объектов и того, что из них получилось, поднимают множество вопросов относительно их образования. Известные на данный момент чёрные дыры можно условно разделить на две группы — те, что имеют околозвёздные массы — от нескольких до десятков масс Солнца и сверхмассивные чёрные дыры с массой в сотни тысяч раз больше, чем у нашей звезды. Однако обнаруженная учёными чёрная дыра имеет массу в 142 солнечных, что не позволяет отнести её ни в одну из групп. К тому же, согласно нашим текущим представлениям о физике эволюции звёзд, светило не может в конце своей жизни образовать чёрную дыру массой от 65 до 120 солнечных. А это значит, что к одной из чёрных дыр прародителей тоже есть вопросы, поскольку её масса как раз находится в этом диапазоне. Короче, как обычно, вопросов этих больше, чем ответов. Но учёные не складывают руки, они продолжают свои исследования — вдруг источником этих гравитационных волн являются вообще не чёрные дыры. НАСА одобрило пять заявок на миссии по изучению влияния Солнца на окружающее космическое пространство. Эти заявки подразумевают исследование полюсов нашей звезды, её атмосферы, солнечного ветра и его взаимодействие с магнитосферой Земли, а также полярных сияний. Каждый из заявителей получит грант в размере 1 250 000 долларов на проведение в течение следующих девяти месяцев ряда исследований, которые позволят глубже проработать их концепции. После окончания этого периода агентство выберет два лучших проекта — они превратятся в полноценные космические миссии, на реализацию которых будет выделено 250 миллионов долларов. В июне 2019 года НАСА объявило о планах по коммерциализации низкой околоземной орбиты. В частности, было заявлено о том, что в рамках программы Next Step агентство финансово поспособствует разработке частных модулей для МКС, что в итоге может вылиться в полноценную коммерческую космическую станцию. Одна компания даже получила контракт на постройку целого модуля — ею стала Axiom Space. А вот что касается полноценной станции — НАСА приостановила работы в этом направлении. 27 августа об этом объявила директор программы коммерциализации низкой околоземной орбиты Анджела Харт. Она отметила, что создание частной космической станции всё также интересует агентство, но НАСА необходимо ещё раз проанализировать цели и задачи, связанные с этим проектом. Хотя, если быть откровенными, главной проблемой в этом вопросе является финансирование — на следующий год НАСА запросило у Конгресса 150 миллионов долларов на программу коммерциализации, а получило лишь 15. И такая ситуация повторяется уже второй год подряд. А вот уже третий год подряд наш проект поддерживают небезразличные зрители и читатели — делают они это на Патреоне или прямо здесь, на Ютубе. Скоро количество спонсоров перевалит за полторы тысячи человек! Мы благодарны всем, чьи имена вы видите на экране, и тем, кто не поместился на этот кадр, но присутствует в отдельном разделе на нашем сайте. А также тем, кто отправляет Альфа Центавра небольшие разовые донаты, оставляет комментарии и ставит под выпусками лайк. Ваша поддержка для нас очень важна, но самое главное — вы видите, как развивается проект, и получаете взамен небольшие приятные бонусы. Так что если имеете возможность нас поддержать, загляните в закреплённый комментарий — все ссылки будут там. SpaceX на этой неделе зажигала как могла. Прежде всего нельзя не рассказать об успешном прыжке SN6 на 150 метров. Достижения SN5 повторили — шестой прототип благополучно приземлился на бетонную площадку неподалёку от места старта. Причём SN6 сделал это быстрее и плавнее, чем SN5. От наземной инфраструктуры отлетели кусочки меньшего размера, и трубопроводы двигателя уже не горели. Илон Маск в ходе виртуальной конференции Human to Mars рассказал о ходе разработки программы. Прежде всего он напомнил, что ещё год назад не было ничего, что можно было бы отнести к серийному производству Starship. Начали собирать первый прототип Super Heavy — для упрощения конструкции на нём будет 28, а не 31 двигатель Raptor. Всё благодаря возросшей тяге движка — это достижение получено вследствие увеличенного давления в камере сгорания. Во внешнем кольце будет 20 Raptor с тягой в 250 или даже 300 тонн. Управление вектором тяги будет осуществляться восемью центральными двигателями с тягой в 210 тонн. Орбитальный полёт произойдёт не ранее следующего года — множество регулярных полётов двухступенчатой системы сначала будет сосредоточено на выводе спутников. Только потом SpaceX приступит к пилотируемой версии Starship. Илон закончил доклад, напомнив в очередной раз, что первое путешествие на Марс — это отчаянное мероприятие. Высокая вероятность, что люди погибнут, и они должны это осознавать. Завершая с новостями о SpaceX, нельзя не упомянуть о достижениях Starlink. Успешно проведено испытание лазерной связи между двумя спутниками. Скорость скачивания для наземных абонентов по радиосвязи составила более 100 Мбит в секунду, а пинг был очень низким. NASA готовится объявить о сборе предложений по созданию лунных энергетических установок — мини-реакторов, которые в будущем позволят обеспечивать работу на поверхности нашей спутницы. Ещё в 2018 году агентство вместе с Министерством энергетики провело успешное испытание прототипа подобной установки — киловаттный мини-реактор, работающий на высокообогащённом уране. После объявления конкурса у участников будет около двух лет, чтобы предложить NASA конкретные проекты, из которых к 2024 году будет выбран один. Предполагается, что уже в 2027 он приступит к работе непосредственно на Луне. К слову, на нашем канале есть подробный ролик о том, как работает установка Kilopower. Там процесс объяснён очень простыми словами, за ссылкой загляните в описании. Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе огромный пылевой дьявол — вихрь высотой около 50 метров просуществовал почти пять минут. Подобное явление возникает тогда, когда поверхность планеты нагревается, а возникающий восходящий поток тёплого воздуха подхватывает пыль и, например, песок. На Земле этот эффект часто наблюдается в засушливых областях. В разреженной марсианской атмосфере он тоже довольно частый. За 15 лет постоянного наблюдения поверхности Красной планеты аппараты NASA засняли массу таких дьяволов. На нашем сайте появилось множество интересных материалов. Но, как вы помните, раз в месяц мы выбираем три лучших текста и награждаем их авторов небольшими материальными призами. Деньги и признания за август получают следующие пользователи Альфа Центавра. Игорь Егоров, написавший уже второй крутой материал о космических двигателях. На сей раз речь об ионных движках. Ну а я в описании оставлю ссылку и на предыдущую его статью той же серии о двигателях на осколках деления. Владимир Икс с замечательным текстом о гадком утёнке семейства SpaceX Dragon, корабле для окололунной станции Dragon XL. И Матвей Глазачёв, написавший две статьи о малоизвестных советских ракетах серии R. В августе целым списком хороших материалов и новостей отметился и Стивен Лернер. Но, полагаю, так как он является постоянным спонсором канала, за наградой он ни разу не обращался. Поэтому в описании, помимо ссылок на упомянутые тексты, я оставлю пару его статей. Составлять список лучших материалов недели не буду, дабы не занимать эфирное время. Но приглашу вас прочесть статью нашего редактора Марка Романова о том, почему нам стоит поближе взглянуть на систему Урана. Победителей же я прошу обратиться ко мне в личку на сайте. Ах да, ещё я отдельно прошу ребят-победителей трёх недавних конкурсов-комментариев проверить личное сообщение. Отправил кое-какие обновления по вашим призам. На нашем канале в среду вышел 80-минутный фильм, посвящённый программе Space Shuttle. Мы рады, что он понравился 98% посмотревших его людей. Очень советуем выделить время на просмотр. Ссылку найдёте в описании. 30 августа SpaceX успешно запустила аргентинский аграрный спутник Saocom-1B на ракете-носителя Falcon 9. Опутной нагрузкой послужили два небольших аппарата Gnomes One и Tyvac 0172. Оба можно зачислить во флот по дистанционному зондированию Земли. Примечательно, что старт стал сотым для компании, а возврат ступеней уже шестидесятым. Створки обтекателя тоже были пойманы. Правда, Мистри выловила их из воды, а не ловила в сеть. Ещё один Falcon отправил на орбиту пачку из 60 аппаратов спутникового интернета Starlink 3 сентября. Ступень совершила вторую свою успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You. 31 числа Rocket Lab благополучно запустила спутник для компании Capella Space. Ракета-носитель Electron взмыла ввысь со стартового комплекса LC-1 в Новой Зеландии, отправив аппарат на круговую орбиту высотой 500 километров. Четыре дня спустя Rocket Lab объявила, что в рамках прошедшей миссии была успешно испытана новая разработка компании — спутниковая платформа Photon. Аппарат, названный First Light, был запущен в качестве демонстрационного эксперимента, на нём были проверены подсистемы контроля ориентации, температуры и управления питанием. Photon — это специализированный разгонный блок, который является для клиентов Rocket Lab своего рода спутниковой платформой. Если заказчик решает запустить свою полезную нагрузку на Photon, то ему не нужно беспокоиться об электропитании или вопросах связи — это всё берёт на себя компания Питера Бека. Rocket Lab рассчитывает, что в дальнейшем Photon будет использоваться в межпланетных миссиях к Луне, Венере или Марсу. Для этих целей платформу модифицируют, добавив увеличенные топливные баки и более мощный двигатель. 3 сентября европейская Вега запустила на низкую околоземную орбиту аж 53 аппарата. Помимо того, что это испытание программы Small Satellites Mission Service, START стал ещё и возвращением ракеты к работе после неудачного запуска в июле 2019 года. Среди спутников много научных нагрузок, студенческих аппаратов и испытательных платформ, а ещё первые спутники для Словении и Монако. Поздравляем, Ariane Space! А 4 числа с космодрома Цзюцюань успешно стартовала ракета Чанчжэн-2F. Вокруг этого события в интернете возникло много шума. Специально увеличенный головной обтекатель ракеты намекал на какую-то интересную полезную нагрузку, и в сети начали появляться слухи, что Китай запускает свой собственный секретный орбитальный самолёт, вроде американского X-37B. О том, что такой аппарат будет испытан, Китай сообщал ещё в 2017 году. Слухи оказались правдой. Новостное агентство Синьхуа подтвердило, что Чанчжэн-2F запустило экспериментальный космический аппарат многоразового использования. Он был выведен на орбиту с наклонением 45 градусов, близкую к той, на которой сейчас находится X-37B. Китайский аппарат проведёт в космосе не обозначенное количество времени, а затем вернётся на Землю. Больше про него ничего не известно. Предстоящая неделя не будет богата на запуски. Возможно, полетит ракетный носитель AstroRocket, но анонсировать это событие с точной датой пуска я пока не буду. На этом тему запусков закрываем. Любите космос, любите Альфа Центавра и помните, что всё это ближе, чем кажется. Кстати, как думаете, сколько людей в итоге не дождутся конца видео и напишут в комментариях, что аналогичное приветствие уже было в прошлом выпуске. Давайте проверим!